Добрый вечер в прямом эфире Вести Карачаева, Черкесия. С вами Мурат Жантьозов. Сегодня в программе. Достигнутые результаты, проблемы и планы на будущее. Сегодня в Министерстве внутренних дел подведли итоги оперативно-служебной деятельности. Подвергал опасности жизни и здоровью участников дорожного движения, полицейские двумя патрульными машинами задержали нетрезвого водителя. Началась масштабная модернизация почтовых отделений. На этот раз депутаты парламента осмотрели почты Малокарачаевского района. Традиционный чемпионат по ловле рыбы прошел на Кубанском водохранилище. Об увлеченных участниках репортаж Вести. В первом полугодии 2022 года широкое распространение получили преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За шесть месяцев их зарегистрировано 563. Всего в органы внутренних дел поступило 32 097 заявлений и сообщений о противоправных действиях. Сегодня в МВД по Карачаево-Черкесии подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие. Подробности расскажет Мадина Каракетова. Открывая заседание, министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев отметил, что работа министерства была скорректирована с учетом возможных попыток дестабилизации общественно-политической ситуации на территории республики. Работа по обресечению экстремистской и террористической деятельности оставалась приоритетной. Благодаря принятым мерам сохранен контроль за оперативной обстановкой. В ходе проведения мероприятий сотрудниками правоохранительных органов выявлено больше преступлений в сфере незаконного оборота оружия, наркотиков, коррупционных преступлений, что привело к росту регистрации преступлений. Имеются положительные результаты и наработки по целому ряду других направлений в коррупционной служебной деятельности. Также укажу, что по итогам первого квартала в связи с ситуацией на Украине и продолжающимися санкциями на отношение России, мы прогнозировали рост имущественных преступлений, в их числе, в том числе крашен, что и произошло. Министерство, несмотря на достигнутые результаты, имеются и проблемы, отметил главный полицейский республики и указал участникам заседания на необходимость дать принципиальную оценку работе и наметить меры для устранения недостатков. С основным докладом о результатах оперативно-служебной деятельности подразделения МВД в первом полугодии 2022 года выступил заместитель министра Александр Середа. Он доложил, что в отчетный период увеличилось число зарегистрированных преступлений. Это связано с новой наступательной позицией министерства и правоохранительных органов республики по борьбе с криминалом. Проведенная работой выявлена почти на 23% больше наркопреступлений и на 29% коррупционных преступлений. Но на увеличение регистрации сказался и такой негативный фактор, как 10% рост числа совершаемых краж, основу которого составил двукратный рост краж из магазинов. Одновременно на 25% вырос массив тяжких и особо тяжких преступлений. Рост краж оказал свое влияние на преступность в общественных местах, которая возросла почти на 8%. Такая ситуация, по словам Александра Середы, была предсказуема в связи с санкциями. И личный состав Бухзаря не нацелен на всестороннюю профилактическую работу. И серьезного всплеска криминальной активности полицейские не допустили. Александр Середа более подробно остановился на отдельных сферах деятельности министерства, проанализировав работу подразделений, отметил недостатки. К полицейским обратился специальный гость заседания, председатель Народного собрания Александр Иванов. Он приветствовал присутствующих от имени руководства республики и отметил, что руководству МВД удалось выстроить качественное взаимодействие с властью и родственными структурами, что непременно отражается на общественно-политической ситуации в республике. Вы выполняете работу непосредственно защищая население от правонарушений и республикений. И, конечно же, это зависит от настроения республики, развития нашей республики, от той работы, которую вы сегодня проводите. И хочу в преддверии сотрудничества республики тоже пожелать нам всех успехов. И будет много мероприятий, много гостей. И хотелось бы, чтобы наша республика выглядела достойно. И уверен, что МВД в этой части свою работу выполнит, как и положено. Министр МВД выполнил приятную миссию, вручивая отличившимся сотрудникам подразделения Министерства внутренних дел заслуженные награды. Незаким офицерам были присвоены очередные звания. Мадина Каракетова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесии водитель отечественного автомобиля не выполнил требования экипажа ГИБДД об остановке и попытался скрыться. Автоинспекторы, включив маячки и звуковую сирену, начали преследование. Уходя от погоды, правонарушитель неоднократно подвергал опасности жизни и здоровью участников дорожного движения, как пешеходов, так и автомобилистов. При этом он повредил несколько машин, допустив касательные столкновения. Полицейские в соответствии с федеральным законом о полиции применили табельное оружие. В результате двумя патрульными машинами в пригороде автомобиль был заплакирован, а водитель задержан. За рулем оказался 32-летний житель села Светлое. Мужчина имел явные признаки опьянения, но от прохождения медицинского свидетельствования отказался. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы. Судом мужчине наложены штрафы на сумму свыше 30 тысяч рублей. Автомобиль изъят и помещен на специализированную автостоянку. В настоящее время в отношении правонарушителя составлены административные протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции об остановке, за отказ от прохождения медицинского свидетельствования, управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, отсутствие обязательного страхования своей гражданской ответственности. Судом мужчине наложены штрафы на сумму свыше 30 тысяч рублей. Представители «Единой России» проконтролировали ход модернизации сельских почтовых отделений Малокарачаевского района. В республике в этом году модернизируют 15 почтовых отделений. На их базе появятся центры социальных услуг, что подразумевает расширение перечных услуг для граждан, предоставляемых Почтой России. Вместе с депутатом парламента Фатимой Кардановой проверить ход строительных работ отправилась и наша съемочная группа. Подробности далее. По всей стране началась масштабная модернизация почтовых отделений в сельской местности. Такое поручение президент России Владимир Путин озвучил на съезде партии «Единая Россия». Это стало одним из пунктов народной программы партии. «Единая Россия» взяла программу на особый контроль. На каждом объекте объем ремонтных работ немножечко отличается. В зависимости от состояния самого почтового отделения, где-то вошли внутренние работы и наружные работы, где-то только внутри. Но для нас самое главное, что внутренняя часть, она будет отвечать всем современным требованиям, как пожарной безопасности, так и по видеонаблюдению, и по техническому наполнению, которое, конечно же, должно вылиться в какую-то пользу для населения, для людей. Для нас очень важно, что почтовое отделение дополняется новыми смыслами, новым функционалом». В настоящее время Почта России является одним из основных государственных предприятий. Населению предоставляются разнообразные услуги, в которые включены не только основные функции – обмен письмами и посылками, но и дополнительные. «Здесь оплачивают услуги, электроэнергию, ростелеком, газ. Сейчас вот за мусор берем. Получают непосредственно посылки, отправляют посылки. Ну и самое главное – пенсию выплачиваем, льготы, детские пособия. То есть мы как кислород для села». «На этот год в Карачаево-Чешкесе у нас попали 15 сельских отделений почтовой связи, которые идут под модернизацию. На данный момент во всех отделениях связи идут строительно-монтажные работы. В некоторых отделениях строительно-монтажные работы уже подведены практически к итогу. Именно сотрудников Почты России научат всему, и как обслуживать клиентов, по какой сфере у нас будет этот центр социального обслуживания. Все это будет у нас. Обучение на данный момент будет у начальников отделений связи». Важно, что отделения Почты России станут по-настоящему современными и удобными для людей, независимо от того, где они расположены. Планируется открытие аптечных пунктов. Также Почта получила разрешение на доставку без рецептурных препаратов. Помимо этого, в данных почтовых отделениях начнут оказывать госуслуги по принципу МФЦ, в частности создание и верификация профиля на портале госуслуги. Черкесия, Малокарачаевский район. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах Сильный, с градом и Шквалом до 23 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков. Ветер северный 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 24-29 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесии ночью кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков. Ветер северный 6-11, температура ночью 12-14, а днем 26-28 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Участники нештатного аварийно-спасательного формирования Карачаева-Черкесского филиала «Русгидра» прошли комплексную межаттестационную подготовку под действием в чрезвычайных ситуациях. Занятия проходили при участии опытных спасателей-педагогов из Российского союза спасателей. Подготовка завершилась серией практических занятий на территории Зеленчугской ГСГС. Энергетики отрабатывали навыки работы с пневматическим аварийно-спасательным инструментом, извлекали условных пострадавших из-под завалов и снимали их с высоты с помощью альпинистского снаряжения, а также отрабатывались практические действия по оказанию первой помощи пострадавшим. В Прикубанском районе прошел третий чемпионат республики по рыбной ловле Донной удочкой. Участие в состязании на Кубанском водохранилище приняли не только местные спортсмены, но и представители регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. За ходом турнира наблюдал и наш корреспондент Артур Мхце. На первый взгляд назвать этот вид увлечения спортом крайне сложно. Однако в отличие от обычной рыбной ловли здесь вряд ли победит просто везунчик. Огромное значение имеют годы тренировок, то есть опыт и, разумеется, финансовые возможности. Чтобы попасть в число лучших в чемпионате, необходимо основательно подготовить свою экипировку, взять с собой все, что может пригодиться. Более опытный спортсмен, имеет более чувствительные удилища, конечно, они более дорогие. Он имеет наибольшее количество лучших приманок, если говорить, например, про спиннинг. Здесь это наиболее лучшие прикормки от лучших производителей. Вот в лолидонной удочкой. Умение дальнего заброса, навык дальнего заброса, точность заброса. Вот из этих всех факторов складывается максимальный улов. Сергей Бутхузи приехал из Северной Осетии. В республиканских соревнованиях участвует во второй раз. Говорит, что ему здесь очень нравится. И природа, и гостеприимные жители Карачао-Черкесии, и, конечно же, места для рыбалки. Рассказал Сергей и о слагаемых успешного улова. Имеет значение и крючок какой подобрать, насадка. Непростые погодные условия у нас сейчас. Вторые сутки ветер сильный дует. Не знаю, вроде справились с задачей. Но, тем не менее, несмотря на погоду, вы, вижу, с уловом. Да, все-таки позволила нам и погода, и сам водоем хороший, много рыбы. И поймали все-таки рыбку. Республиканскому чемпионату по ловле донной удочкой три года. Однако состязания в этой дисциплине прошли на Кубанском водохранилище уже в шестой раз. И неизменно сюда приезжают лучшие спортсмены-рыболовы из разных регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Победителем становится тот, кто поймал наибольшее количество рыбы в своей зоне. И так на протяжении обоих этапов. Почему везение вот в этой дисциплине ловля донной удочкой сведены на минимум? Потому что поймать наибольшее количество рыбы здесь не значит победить. Нужно поймать наибольшее количество рыбы в своей зоне, которую ты ловил, и в этой зоне быть первым. И во второй день в своей зоне быть опять же первым. Но это не значит поймать больше всех рыбы. Впрочем, даже те, кто после столь сложных подсчетов не попал в призеры, вряд ли сильно расстроились. Ведь что может быть лучше, чем провести свободное время на природе, да еще и в компании таких же увлеченных людей. Артур Махцера, Солбердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас программа «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»